Последние годы я в обязательном порядке делаю внекорневую подкормку. Считаю, что для винограда это очень полезно. В первой половине лета можно с использованием азота. Азотом я сильно не увлекаюсь, чтобы и не жировал виноград, и меньше болел. А вот в основной упор делаю на вторую половину лета. Обязательно делаю настой золы, вытяжку суперфосфата и химические удобрения. Тоже стараюсь химию меньше использовать, но незаменимым считаю монофосфат калия. Все это в пропорции развожу и по листьям раз в 10 дней, раз в 2 недели обязательно делаю опрыскивание такое. И листья здоровые становятся, хорошо растет виноград, сахар набирает. В эти подкормки можно добавлять и микроэлементы. Обязательно при созревании ягод добавляю бурную кислоту, для того, чтобы сахар повысить. Марганец. Препарат у нас в Новосибирске выпускается, Новосил называется. На основе пихтовой смолы сделан. Я считаю, тоже полезная вещь. Иммунитет у растения очень сильно повышает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова